здравствуйте мои подписчики и гости канала рад приветствовать вас сегодня мы рассмотрим этот эту горную породу это метасоматит который имеет название актинолит липидолитовый метасоматит почему такое название стоящая из двух минералов может кажется еще есть минералы но я визуально вижу только 2 это тот сиренево-розовый липидолит и зеленый актинолит название формируется на основании процентного содержания визуального данных минералов то есть меньше меньшее содержание у нас актинолита больше липидолита по площади поэтому первым на первом месте в названии у нас актинолит а потом липидолит поэтому актинолит липидолитовый метасоматит структура у этого метасоматита менко-кристаллическая вот имеется здесь у нас кристальчики слюды листочки менко-кристаллическая средне-кристаллическая кое-кде зернистая потому что нету кристалла потому что у нас еще есть какая-то породок вокруг которой наросли эти наросты минералов а также вот у нас имеется увидеть это листочки слюды кристаллики средне-крупно кристаллическая слюда на фоне мелкозернистого актинолита которого вообще не видно я вот выше покажу увидите такая порода это видно кидротермальные растворы просачивались сквозь нее и вот откладывали данные минералы то есть структура у нас такая для липидолита больше характерная как я уже сказал крупнозернистая может даже мелкокристаллическая средне-кристаллическая для актинолита мелкозернистая вот текстура у них для липидолита больше характерно массивная текстура если смотреть в общем-то жильная потому что увидим жилки актинолита вымлется самотите липидолита вам твердость этой породы как бы если царапать у липидолита то есть маленькая у актинолита то есть высокая в принципе он мягкий это мягкая порода как вот если основу царапать она потверже будет царапать я не буду нет отвратит жаль помимо этого значит порода прочная она не сыпется ничего вот по размеру у нас это будет примерно даже не примерно у нас линейка есть вот где-то 10 сантиметров на 6 сантиметров значит видеть и толщина жилок у нас до стихать 2 3 миллиметров вот здесь вот больше почти 7 миллиметров разные жилки вот благодаря этому такая интересный рисунок формировался минеральный состав значит актинолит или педалит то есть еще какие-то попутные минералы обязательно здесь есть генезис это метасоматическая горная порода которая смервалась благодаря выпадению из гидродермальных растворов на контакте нескольких метасоматических процессов нескольких процессов минералообразования но это может быть разные процессы это может быть бы у нас метасоматоз вызывается любым подогревом недр земли то есть если имеется какой-то подогрев то вода становится агрессивно начнет растворять минералы и переносить их в остальном состоянии до тех мест в которых она может их уже отлагать поэтому у нас вот такой вот образец интересный этот образец я не точно не скажу откуда он к сожалению это собакит я знаю только уж примерно районе кольского полуострова но тем не менее то есть все такая вот горная порода на этом принципе я буду заряжаться спасибо всем за внимание спасибо что посмотрели ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал задавайте вопросы интересные мне интересно их читать и отвечать на них спасибо что пришли всем пока до новых встреч всем здоровья с вами был я славнек увидимся в следующем ролике а